Незаконно возведенной постройкой в центре Саратова обеспокоены общественники. На очередном заседании члены областной палаты обсудили возможные пути решения этой проблемной ситуации. Вместе с общественниками в этом вопросе разбиралась и наша съемочная группа. Архитектурное уродство на Держинского 12 нужно снести, говорят общественники. Здание не просто портит вид одной из старейших улиц Саратова, проспект Кирова, но и угрожает жизням сотен людей. Ведь при возведении очередного корпуса торгового центра Манеж и многоуровневой парковки строители практически разрушили фундаменты зданий по соседству. Фундамента под некоторыми зданиями нет, так как его выкопали в связи с технологическим процессом при возведении этой многоуровневой стоянки. Держится просто на честном слое на 15 сантиметров подпорной стенки, которая является стенкой этого незаконно возведенного сооружения. То есть реальность очень высокая, в любой момент может произойти обрушение. Чтобы избежать обрушения домов, еще в 2011 году Фрунзенский районный суд принял решение о демонтаже двух незаконных построек. Но по сей день оно так и не было исполнено. По словам судебных приставов, в их распоряжении был проект о сносе, но сейчас у них попросту связаны руки. Ответчик в суде намеренно тянет время. Проект был подготовлен, были уже мероприятия, организации самого сноса. И после этого начались обжаленные действия, исполняется просто переостанавливаться судом на стадиях рассмотрения жалоб. Должник может обжаловаться бесконечно, каждый действительный пристав, право должника, которому он, наверное, злоупотребляет в данном случае. Не исполняют свою работу, в один голос говорят общественники. Ведь еще до начала обжалования ответчикам решения суда было достаточно времени для произведения демонтажа двух построек. Вы что не исполняете? Если вы сейчас скажете, что нет денег и нет организации, то я вам отвечу на это, что есть деньги на это, есть организации, которые готовы снести даже в том виде, в первоначальном, в котором было принимало решение в грузике суд. То есть там четыре этих, сколько этажей, три, часть этажей снести, хотя, говорят, уже есть решение суда все здание снести. Такая халатность в работе объясняется просто, говорят общественники. Согласно отчету представителей прокуратуры области за прошлый год, деятельность судебных приставов оставляет желать лучшего. В федеральной службе постоянная кадровая текучка и низкие заработные платы. А в отношении десятка судебных приставов и вовсе возбуждены уголовные дела. По инициативе органов прокуратуры следственными органами возбуждено 36 уголовных дел в отношении как действующих судебных приставов, так и уволенных судебных приставов. Это факты фальсификации служебных документов. Если говорить о том, сколько внесено прокурорами представлений в адрес Каченко, внесено 134 представления. Откладывать это дело в дальний угол общественники не намерены. Члены областной палаты готовят обращение в правоохранительные органы, в котором намерены потребовать провести проверку в отношении судебных приставов. В затягивании сроков сноса здания они видят явную коррупцию.